Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный и довольно необычный рецепт тако в самодельных тортильях. Итак, поехали! Ну и начнем мы приготовление нашего тако с тортилией. Для этого в миску добавляем обычную пшеничную муку и раза в три меньше кукурузной. Сюда же отправляем разжиглитель, масло и соль, и вливая понемногу воду, замешиваем тесто. И в итоге должно получиться вот такое вот желтое мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Теперь отрываем от этого теста небольшой кусок и довольно тонко раскатываем с помощью скалки. Теперь нужно хорошо разогреть сковородку и отправить сюда наш блин из теста. Почти сразу же на нашем тесте появятся вот такие пузыри и с помощью вилки их нужно будет попротыкать. Прошла примерно минута или полторы и можно уже переворачивать наш кусок теста. Сразу же перекладываем нашу готовую тортилью со сковородки на вот такую вот решетку для духовок. И точно так же вывешиваем оставшиеся тортильи. После того как они остынут, они останутся в вот такой вот форме. Теперь берем авокадо, режем его вот таким вот образом и проворачиваем. А теперь нужно убрать косточку из авокадо. Обычно я просто обтыкал нож и проворачивал вбок, но видимо не сегодня. Короче, в итоге за кадром я ее убрал с помощью ложки. Ну а с другой стороны чистим наш авокадо примерно как картошку. И все то же самое проделываем с оставшимися тремя кусками. Потом я просто нарезал авокадо и отправил это все в блендер. И измельчил это все до вот такого состояния. Также я обжарил кубиками один болгарский перец и добавил сюда измельченное авокадо. Все это посолил, поперчил и перемешал. Также я мелко нарезал помидоры черри и добавил сюда за кадром. И получилось в итоге а-ля гуакамоле. Теперь будем готовить основную составляющую нашей начинки, а именно мясо. Пока мы снарезаем его на вот такие вот пластинки. А теперь режем эти пластинки еще на две части. Теперь добавляем сюда приправу для мяса и все это перемешиваем руками. Теперь перекладываем наше мясо на хорошо разогретую сковородку и перемешиваем его. Обжариваем буквально 5-6 минут и можно выключать, оно уже полностью готово. Остается только собрать наши тако и первым слоем мы выкладываем салат. Следующим слоем идет гуакамоле. Теперь в каждый тако кладем по 5-6 колечек лука и засыпаем это все хорошим слоем мяса. Сверху еще добавляем немного гуакамоле и мелко нарезанные помидоры черри. Вот таким в итоге получается нереально вкусным тако. Готовьте сразу много таких и используйте более спелый авокадо. А на этом у меня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok